Потому что эту войну все равно мы или ее проиграем, или нам придется брать Киев. А если нам придется брать Киев, нам придется снова захватывать плацзармы на Днепре. Только уже с налета не получится, это будет захват очень большой крови. Друзья, всем привет! Фактически Россия начинает новый этап такой агрессии против Украины. И очень многое происходит именно в информационно-психологической области. И операции ИПСО прямо происходит на наших глазах. Террор Путина, он террорист номер один, Путин, это чистая правда. Но террор это же, друзья, не только, собственно говоря, убийство. Это не только то, что они сотворили ужас в Днепре. Террор это в первую очередь здесь. Запугать, напугать. И на это сейчас работает вся российская машина. И вытащили даже для этого Медведчука. Что, зачем, почему, сейчас все объясню. Очень важное видео, помогите мне его распространить. Потому что это вопрос нашей победы, выживания. И очень много людей сейчас людям тревожно. Не потому, что там люди чего-то боятся. А потому, что специально их пытаются запугать. Наша с вами задача без шапка закидательства. Но разложить и разобрать, что реально, что нереально. И где какие есть угрозы. Помогите мне распространить это видео. Друзья, начинаем. Итак, мы видим, что Россия давит на Донбассе. Это и Солидар, и Бахмут, и Авдеевка, и Лиман. Там тяжелая, реально сложная ситуация. Они там кидают все, что могут. Но при этом их успехи минимальны. И им очень важно дополнить это морально-психологической атакой. Которую они, собственно говоря, и проводят. И вот сейчас появляется активное видео. Ой, сейчас будет такое страшное российское наступление. Ой, сейчас что-то такое будет. Ну и для этого они вытащили еще и Медведчука. Ну тут двойная история. С одной стороны, все, агент Медведчук окончательно прокололся, провалился. Он перестал быть народным депутатом Украины. А это означает, что до этого они еще надеялись его использовать по-другому. Они его видели. Там же была очень простая логика. Медведчука объявить. Он же народный депутат. Да, признанный народом. Ну, избранный, вернее, народом. Признанный украинским государством народный депутат. Да. Значит, дальше его делаем главой Верховной Рады. Ну, а дальше там убираем президента Зеленского. Или он, значит, сбежал. Или мы его убили. Или еще что-то они с ним сделали. И тогда Медведчук глава Украины. Его президента. В этом была их как бы логика. И поэтому Медведчука и всех этих ОПЗЖ-стов они держали. Именно поэтому так опасно иметь депутатов от ОПЗЖ в составе Верховной Рады. Потому что это не просто там агенты. Не просто еще что-то. Россия прет, перла на Киев, понимая, что у нее в Верховной Раде есть там, пусть небольшая группа, но группа народных депутатов официально, которых она будет использовать как марионеточное правительство. И такие же планы, понятно, и во главе всех этих планов был у них Медведчук. Ну вот, наконец-то мы лишили Медведчука депутатского мандата. Я выступал по этому поводу в Верховной Раде. Я оставлю ссылку в описании своего выступления. И тут уже все. Медведчук в смысле марионеточного правительства уже бесполезен. Поэтому они начали его уже юзать по-другому. И, значит, от его имени тиснули статейку в газету «Известия». И начали активно ее продвигать по всем своим каналам. О чем же эта статейка? Статейка о следующем. Ну, опять повторение, что есть две Украины. Значит, есть антироссия. Ну, это все понятно, нужно повторить все это путинскую, это чушь. Но есть вторая Украина, которая хочет дружить с Россией. И экономически это выгодно. Но, значит, партия войны победила в Киеве. Соответственно, ту Украину не учитывали. И какие-то российские интересы тоже не учитывали. В общем, теперь их надо учесть, и все будет хорошо. Ну, в общем, все понятно. Ни слова о геноциде, ни слова о преступлениях, ни слова о десятках тысяч убитых украинцев. Это все Медведчуку, это все пыль. Ему неинтересно. Ни слова о Днепре убитых людях, женщинах, подростках. Это все ему не важно. О другом. Опять о России. Значит, как же защитить интересы России? Ну, тут ждать-то, собственно говоря, особо другого было нечего. Здесь все понятно. О чем же, ну, и эта статья, значит, Россия там не остановится, и все тяжело, и будет еще тяжелее в Украине, ай-яй-яй. Итак, о чем же, в чем же главный посыл ее? Ну, и так, посыл номер один. Запугать. Запугать. Что вот, сейчас Россия как пойдет, ой-ой-ой, готовьтесь, лучше сразу сдайтесь, лучше отступите. Их задача напугать. С первых дней они на это их расчет. В драке, в сражении голова, психология имеет это значение номер один. Номер один, это что у нас в головах, и как мы готовы к войне, и как мы готовы к бою, и противостоянию. И они сейчас пытаются расшатать эту украинскую готовность. Одиннадцатый месяц уже заканчивается война, и людям тяжело. Удары по энергетической инфраструктуре, по жилым домам. Мы видим, как тяжело на фронте, и как сражаются наши герои, и они хотят вот додавить, продавить нас сейчас психологически. Друзья, это нужно понимать, ну, очевидно, не позволить этому произойти. Потому что это их цель, и когда они ее не добьются, мы видели, как это все у них сходит, как они бегут из Херсона, как они бегут из-под Харькова, показывая рекорды в бегстве от украинской армии. Они оказались первой армией в мире по тому скорости убегания. Поэтому не забывайте все это, когда они сегодня пытаются нас запугать. Вторая часть, это, конечно, адресуется непосредственно к украинцам, в первую очередь, Юга и Востока. Там Медведчук говорит, вторая Украина, это Юг и Восток. Опять пытаются расколоть Украину, опять пытаются, он говорит, вот если есть партия войны, то, значит, где есть слово война, значит, где-то есть слово и мир. Ну, в общем, вы поняли, значит, есть партия мира. Помните, как они назывались? Партия оппозиционная платформа за життя. Сейчас они назвались партией платформы за життя Амир. Ну, в общем, вы поняли, все это одна и та же лавочка. Скорее всех надо пинком выкидывать из Верховной Рады, всех этих голубей мира, от которых тень, которую они отбрасывают в виде двуглавого орла. Поэтому мы все это хорошо видим и понимаем. А на самом деле это воронье просто, такое воронье, которое клюет свою собственную страну и предает ее. В общем, это вторая задача, которую ставит Медведчук. То есть первая задача запугать всю Украину, вторая расколоть и обратиться вот как бы к юго-востоку. Это часть того, что они сегодня делают. Это далеко не единственное, друзья, этого будет еще больше. И поэтому нам очень важно сейчас понимать их вот эту психологическую атаку. Ее делают, эту психологическую атаку проводят и вся их пропаганда включилась. То есть смотрите на этого *** Мордана. Кстати, у него вообще первая его фамилия Лалека. Это у него такой псевдоним. У него украинская фамилия. Вот *** предателя. Так, в общем, вот этот Мордан, как он радуется, что ударили по Днепру. Фейерверк, говорит. Отметили прекрасным фейерверком. Таким вот, как положено. Приятно? Не буду скрывать, приятно. Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Даже если, даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Вот это российская пропаганда. Посмотрите, но он говорит, так будет со всеми. Так будет и с другими городами. Так будет и с Днепром, и с Харьковом, и с Киевом. Они пытаются нас запугать. Если бы они могли, они бы уже стерли с лица земли и Днепр, и Харьков, и Одессу. Как они это сделали фактически с Мариуполем. Но дальше не получается. Из бронесылы Украины их не пускают. Поэтому они сейчас пытаются нас психологически этим напугать. На самом деле, нельзя конечно сказать, что у них ракеты кончаются. Но стреляют, друзья, и это можно проследить по динамике. Они реально реже, меньшим количеством ракет. Все это очень болезненно. И они еще могут, я понимаю, что они на самом деле могут еще долго стрелять. Но динамика у них идет вот такая по обстрелам. Поэтому все эти разговоры о том, что они могут все стереть наши города. Это все чушь собачья. Могли бы, они бы это сделали. Не могут. Но они пытаются напугать. Посмотрите, как они беснуются. Посмотрите, как они опять начали кричать о взятии Киева. Тут говорит об этом и вот этот *** Марков еще один. Слушайте, все этот Марков, это же беглец из Одессы, которого я когда-то еще в 12-м году пытался не пропустить в Верховную Раду. А его они затягивали туда просто всем, чем могут. И на него, кстати, работали все эти Петровы, разные Дурнивы, которые сейчас сидят и типа за Украину. Но это удивительно. Они работали на Маркова, который посмотрите, что он сейчас несет, как он возьмет Киев. Взял Киев и это все перестали. Решил. Хорошо, а как ты взял Киев? А? Взял Киев как? Как в прошлом году пытались взять. Только другим подходом. Если как в прошлом году, то так не взял Киев. Не взял, да. Ну потому что так подготовлено. Нет, потому что другая была задача. Ну вот, собственно говоря, что видите. А Соловьев ему говорит, задача была другая. Теперь, значит, задача взять Киев. Правда, все эти их пугалки, знаете, сами же, те у них, кто чуть больше критического мышления, сами же их развенчивают. Он то, что, послушайте, что Гиркин говорит о взятии Киева. Потому что эту войну все равно мы или ее проиграем, или нам придется брать Киев. А если нам придется брать Киев, нам придется снова захватывать плацзармы на Днепре. Только уже с налета не получится. Это будет захват очень большой кровью. Ну вот это реальность. Поэтому пока все вот эти безумцы, значит, пытаются нас запугать. А еще уникально, это, конечно, одноногий Пегов, одноногий Сильвер. Значит, это их такой военкор, еще один военный преступник. Так вот этот одноногий на одной ноге прискакал и рассказывает, что, значит, как тяжело стрелять в дом, где живет твоя учительница. Но надо, там же нацисты. Вынуждены были превращать эти города в руины, да? Действительно так, потому что в тот же Мариуполь приходишь, и ты понимаешь, что ты сейчас должен из танка разматывать условно, говоря, да, там, дом, где твоя учительница живет, потому что они у нацисты превратили его, там, в огневую точку. И вот, друзья, знаете, из этого и сделаем вывод. Ну, это больные люди, которых, конечно, ни в коем случае их нельзя сбрасывать со счетов. Они больные и опасные. Но и бояться их, и ни в коем случае нельзя. Это то, что они хотят. Они хотят, чтобы почувствовать наш страх, как такие собаки. Поэтому спустили этих пеговых, марковых, медведчуков всю эту свору сегодня на нас. Друзья, мы держим строй. Мы обязательно победим в этой войне. Если Путин переводит Россию на режим тотальной войны, а это правда, мы видим это, то, друзья, давайте вспомним, что я не буду вам рассказывать, что у них кончаются ракеты, или что там войны осталось 2-3 недели. Вот как раз такие вещи делать нельзя. Людям нужно говорить правду. Но давайте скажем правду. В войне на истощение сопоставимы ли ресурсы России с ресурсами свободного мира? Один штат Нью-Йорк, это две экономики Российской Федерации. Еще раз один. Один штат Калифорния, там, в разы превосходит ВВП Российской Федерации. Что может Российская Федерация против объединенных ресурсов западного и вообще свободного мира? Это не только Запад, это Япония и другие страны. Что может хорошо, даже если добавить к ним ресурсы Ирана и Северной Кореи? Вот этой оси зла. Ну что они могут? То есть в войне на истощение они обречены. Но, конечно, это будет болезненно, и это может быть не быстро. И это вот мы с вами понимаем. Поэтому, друзья, очень важно сейчас держать строй, психологические их атаки отбить, помогать дальше Збройным Сылам Украины, но и отдельно нужно, конечно, работать и разваливать их изнутри. Я этому посвящу один из следующих своих выпусков. Не забудьте подписаться. Сейчас было очень важное видео. Мой телеграмм, не забудьте подписаться. Там вся оперативная информация. Друзья, держим строй. Победа будет за нами. Слава Украине!